Новый год Новый год Новый год Команда благотворительного проекта «Белая книга» запускает акцию «Новогоднее чудо». Ведь в Новый год глаза ребенка должны светиться счастьем. Новый год На собранные средства мы соберем подарки для особенных детей и детей из малоимущих семей города Азова. Мы такие разные. Нет, прежде всего, все мы люди. Новый год Здравствуйте. Время новостей на пятом канале. В студии Герман Токарев. О самых важных событиях дня расскажем прямо сейчас. В Азове порог по заболеваемости гриппом не превышен, но карантинные меры введены, как и по всей Ростовской области. В Доме детского творчества наградили школьную интеллектуальную элиту нашего города. Создать уют в доме Азовчанам поможет новый магазин с говорящим названием «Атмосфера». С 15 декабря в Ростовской области из-за гриппа был введен карантин. Теперь в больницах и поликлиниках обязательно ношение масок, а вот проведывать родственников в стационарах соцучреждений не рекомендуется. Как именно обстоят дела с гриппом в Азове, вы узнаете из нашего следующего сюжета. За последние три недели в Азове наблюдается рост острых респираторных вирусных заболеваний и количество заболевших неуклонно растет. Введены специальные ограничительные мероприятия, а именно рекомендовано прекратить посещение пациентов в стационарах, ограничить плановую госпитализацию, если это не связано с ухудшением состояния здоровья пациентов, ввести масочные режимы во всех подразделениях и перейти на режим обслуживания на дому температурящих пациентов. Опыт прошлых лет показал, что ограничительные и профилактические мероприятия в виде прививочных кампаний дают положительные результаты. То есть темпы значительно снижаются, когда население разобщается, не ходят в места массового скопления. В случае посещения этих мест, ношения маски, также является одним из факторов, который сдерживает передачу инфекции от человека к человеку. Наиболее уязвимыми категориями населения являются дети и беременные женщины. Поэтому в образовательных учреждениях будет приостанавливать учебный процесс и переводить на дистанционное обучение, если в классах и группах из ОРВИ отсутствует 20% и более учащихся. Карантинные меры будут длиться не менее 7 дней. По информации правительства Ростовской области, в настоящее время в регионе из-за вспышки гриппа и ОРВИ полностью закрыты 3 детских сада, а также приостановлена работа еще в 50 группах в 27 детских садах. Кроме этого, на дистанционку переведены 3 школы полностью и 113 классов еще в 29 школах. Ольга Усманова, Ирина Андреева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. Сегодня в Доме детского творчества состоялось торжественное награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Олимпиадное движение набирает обороты и количество одаренных детей с каждым годом растет. За период нового учебного года 615 ребят приняли участие во Всероссийской Олимпиаде школ, из которых призерами стали 62 ученика, а победителями – 45. Так вот я хочу вам сказать, ребята, вы большие молодцы. Сегодня в этом зале собрались талантливые, одаренные дети, которые много сегодня посвящают времени обучению, развитию в иных направлениях. Спорт, культура, искусство. Знаете, есть пословица, что талантливый человек – талантливый во всем. Я абсолютно уверен, что вам по плечу любое сегодня занятие, за любое дело, за которое вы будете браться, будет у вас получаться только на оценку «Отлично». Ежегодно школьники успешно принимают участие в масштабном проекте Всероссийского уровня «Большая перемена». В этом году победителем конкурса стала Алевтина Хрисич, учащаяся школы номер 11. За победу во Всероссийском конкурсе школьников «Большая перемена-2022». Есть такой закон спирали. Мир наш всегда находится в движении, в статичном состоянии. Мы можем быть доли секунд. А так как спираль у нас идет или вверх, или вниз движение, то вы понимаете, что двигаться нам можно либо вверх, либо вниз. Естественно, попробовав вкус победы, мы движемся только вперед, только к новым победам, к новым вершинам и к новым творческим успехам. Среди победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады есть ученики, занявшие призовые места по нескольким предметам. Огромный труд и целеустремленность детей уже является показателем большого будущего, которого они могут достичь. Вы знаете, на самом деле интерес к этим предметам взялся из семьи. Все идет из детства, все от родителей. Моя мама по третьему из четырех образований психолог. Я тоже собираюсь быть психологом. И мне нужно сдавать биологию. Я готовлю уже ее полтора года. Не только к ЕГЭ, но и к Олимпиадному уровню. Могу уверенно сказать, что это гораздо сложнее. И экология, как вытекающая из биологии, это очень важные для меня предметы. Не только потому, что мне нужно их сдавать, а потому что мне это на самом деле очень интересно. И я чувствую в этом реализацию себя. Дети, которые с раннего возраста ориентированы на результат, добиваются больших успехов и уверенно идут к поставленной цели. По математике я увлекался еще с детства. И поэтому я смог занять третье место. Физика, она очень близка к математике, поэтому я в ней очень хорошо начала разбираться. А география, я просто увлекался ее еще с четвертого класса. И поэтому смог занять первое место. Пожертвовал я этим очень большим количеством времени. И, в принципе, я доволен своим поступком. Призовые места – это совместная работа ученика и учителя. Ведь именно умение увидеть искорку в глазах ребенка и преобразовать ее в желание учиться – талант и профессионализм педагога. Только труд действительно позволяет получить победителей. Он получает… Ну, это трудно вообще на самом деле. Труд – это трудное дело, это большая работа. Мы шли к этой победе с пятого класса. Мы трудились очень усердно. Поэтому закономерно, что когда-нибудь должно было случиться то, что случилось. Работа. Просто повседневная методичная работа. Вот и все. Современным детям сложно получать удовольствие от процесса обучения, когда в просторах интернет-сети без особых проблем можно найти любую информацию. Поэтому школьная, интеллектуальная элита нашего города вызывает особое уважение. Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. В преддверии Нового года часто возникает вопрос, где приобрести подарки для всей семьи. В торговом доме Азов открылся новый магазин «Атмосфера», который представляет широкий ассортимент товаров на любой вкус. Что может наполнить дом атмосферой уюта и комфорта? Конечно же, удобная мебель, приятный текстиль и красивая посуда. Необычные аксессуары дополнят интерьер, а праздничные предложения магазина отлично подойдут для подарков друзьям и близким. Ассортимент постоянно расширяется, чтобы каждый мог выбрать именно то, что нравится. Все представленные товары имеют гарантию и высокое качество. Уважаемые покупатели нашего магазина «Атмосфера», мы хотим вам представить широкий ассортимент продукции таких производителей, как Турция, Чехия, представлена у нас Богемия, очень широко посуда. Также производители Италии, России, Белоруссии и многие-многие другие. Широкий выбор посуды, в частности богемское стекло, является гордостью магазина. Большой ассортимент бокалов порадует даже самого искушенного ценителя. Магазин «Атмосфера» является дилером многих известных фабрик, что позволяет делать ценовую политику очень лояльной. У нас очень широкий ассортимент представлен новогодней продукцией, а также много других элементов из стекла, вазы, представленных в широком ассортименте. В магазине можно найти уникальные предложения, которые внесут изюминку в повседневную жизнь. Невозможно пройти мимо текстильной продукции. Полотенца, одеяло, подушки и комплекты постельного белья удивляют своим качеством, разнообразием и цветовой гаммой. У нас есть большие комплекты разных наборов. Турецкого белья, московское белье у нас есть, Иваново. Одеяло, подушки – наше производство. Также есть пледы, стопроцентная шерсть. На территории магазина также представлены мягкая и корпусная мебель крупных российских фабрик. Высокое качество и интересные решения создадут в доме уют и комфорт. У нас есть мягкая мебель – это диваны, кресла, мягкие стулья, очень красивых расцветок в антивандально моющемся велюре. У нас есть корпусная мебель, у нас есть целый отдел детской мебели, детские кровати, письменные столы, пеналы, шкафы и многое-многое другое. Каждый год торговый дом «Азов» проводит новогоднюю беспроигрышную лотерею совместно с магазинами-партнерами. Есть призы попроще, такие как бокалы, бутылочки шампанского или маленькие подарки. А есть и более ценные призы. Вот сертификаты на 3 и на 5 тысяч рублей, мебельный пуф, подушки из лебяжьего пуха. В общем, приходите, никто не останется без подарков, ибо лотерея беспроигрышная. Условия лотереи просты. Необходимо совершить покупку в магазинах-спонсорах торгового дома «Азов» на сумму от 5 тысяч рублей, предоставить чек в магазине «Атмосфера» и крутить барабан. Вот так вот его нужно открыть. Разворачивайте. Магазин «Атмосфера» ждет своих посетителей ежедневно с 10 до 19 часов. Наполните ваш дом уютом и комфортом. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо Завершились исследования магистральной улицы 14 века с ливне с точной канализацией и тротуаром. Возможно, это была главная дорога западного района – Золотоордынского Азака. К сожалению, не все ее особенности удалось исследовать, но по результатам работ археологам стало понятно, что она неоднократно реконструировалась. Мы с вами стоим сейчас прямо посередине улицы 14 века. Это редкий случай, когда улица 14 века параллельна современным улицам. И это была магистраль западного района средневекового города. Здесь хорошо зафиксированы и мостовые, и ливне с точной канализацией. Причем видно, что ливне с точную канализацию чистили, наверное, не один раз. Но здесь есть одна совершенно неожиданная для нас вещь. Вот с северо-восточной стороны от улицы был насыпан земляной вал. К чему бы и почему? Вот редкий случай, когда мы не сможем это понять. Хорошо было бы расширить раскоп в том направлении, но вы понимаете, это современный город. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – автошкола СА «Союзавтошкол». Территория, где реально учат. Обучение в лучшей автошколе не роскошь, а результат правильного выбора. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова изучение теории в режиме онлайн в удобное для вас время. Разнообразие тарифов с возможностью снижения стоимости в процессе обучения. Категория B от 9 990 рублей. Индивидуальные скидки для студентов. Собственный автодром и автопарк. Более 80 единиц техники. Обучение на автомобиле с механической или автоматической коробкой передач категории B. Учим на все категории, в том числе на квадроциклы и трактора. А, Б и Ц. Права теперь доступны всем. Мы находимся в самом центре города по адресу города Азова. Петровский бульвар 5А. Телефон. Плюс семь девятьсот три четыреста один ноль семь ноль семь. Субботу 17 декабря облачно с прояснениями. Температура днем плюс девять десять, ночью плюс семь восемь. Ветер южный 4-5 метров в секунду, влажность воздуха восемьдесят шесть процентов. Уровень воды в реке Дон на два сантиметра выше отметки ноль. Температура воды в реке плюс пять градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. В воскресенье 18 декабря небольшой дождь. Температура днем плюс шесть, плюс девять, ночью минус один, плюс три. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду, влажность воздуха девяносто один процент. Уровень воды в реке Дон на два сантиметра выше отметки ноль. Температура воды в реке плюс пять градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба.